Всем привет, мы на канале Сравним. И в этом выпуске я бы хотел вместе с вами вспомнить один из мною любимых некогда сериалов. Я уверен, и вы нет-нет досмотрели несколько серий, даже не будучи поклонников ментов, как еще называют данный сериал. Первые сезоны Улиц Разбитых Фонарей вышли весьма интересными и по-своему душевными, сохранившими в себе запах голодных 90-х и мрачного, но красивого Санкт-Петербурга. С начала первого сезона прошло уже 25 лет, и я решил показать вам, как изменились актеры сериала Улицы Разбитых Фонарей. И как проходит их жизнь сейчас. Обязательно посмотрите видео как минимум до середины, там я приготовил для вас уже, можно сказать, традиционный сюрприз. Ну и конечно же, пишите в комментариях вашего любимого персонажа сериала. Приятного просмотра! Прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию, ввиду тяжелого семейного положения. Ну вот и все. Все, все, все кончилось. Можно обрести покой и быть счастливым. Не знаю, что будет дальше. Будет этот город и ты. Я не во многих бывал, но думаю, что такого больше нет. Начну я с одного из моих любимых героев Андрея Ларина. Не знаю почему, но этот момент из серии, который вы только что видели, мне весьма сильно запал в душу. Наверное, из-за музыки. Роль исполнил Алексей Нилов, которому к тому времени было уже 33 года. И главными ролями его было не удивить. На его счету уже было две главных роли к тому времени. Андрей закрепил успех и продолжил свой путь в кино, играя в других фильмах и сериалах заметные роли, преимущественно правоохранителей. Что с успехом и продолжает по сей день в возрасте 59 лет. Все. Скажите, товарищи, что я вам плохого сделал? Может быть, я у кого-нибудь из вас подругу увел? Или жену? Может, у кого-то деньги взял и не вернул? Забавного мухомора, подполковника Петренко, думаю, запомнили все любители данного сериала. Роль начальника исполнил 51-летний Юрий Кузнецов, опытный советский актер, в представлении которой уж точно не нуждается. А по каким ролям этот актер запомнился лично вам? Напишите в комментариях. Несмотря на почтенный возраст 77 лет, Юрий Кузнецов продолжает сниматься в добротных фильмах и сериалах, играя заметные роли. Он очень хорош, например, в сериале «Эпидемия». Посмотрите, если не видели. Советую. Анатолий «Где мой ежик?» Дукалис, ставший в будущем интернет-мемом, также запал в душу многим зрителям. Для 36-летнего Сергея Селина данная роль стала счастливым билетом в мир кино, ведь до этого он был малоизвестен, а теперь его знает практически каждый. Сейчас актеру 62 года, и он не отходит от своего амплуа, играет сотрудников в погонах в различных сериалах и иногда даже на главных ролях. А это не главный действующий персонаж, но тем не менее запоминающийся, именно своей ролью бомжа Померанцева, который отметился в нескольких сезонах, начиная с первого. Эту роль исполнил 43-летний Виктор Бычков, известный больше как Кузьмич из серии фильмов про охоту и рыбалку. Ну или может вы знаете этого актера по другим фильмам? Напишите в комментариях. Сейчас Виктору Бычкову 69 лет, и он редко снимается в кино, играя больше эпизодические роли. Майор Соловец – это еще один полноценный участник приключений ментов. Роль, отлично сыгранная 39-летним Александра Половцеву, позволила актеру обратить внимание на свою персону и получить впоследствии множество предложений сыграть в тех или иных работах. Сейчас Александру 65 лет, и он продолжает играть в различных кинопроектах, ведущие роли, однако снимается не так часто. В этом году у актера всего лишь одна небольшая роль. Привет, Иваныч. Привет, привет. Может быть чашечку кофе? Свежую газетку исключительно в теплой ванне. Эпизодические появления Иваныча, водителя УАЗика, может и не все запомнили, но он появился за первый сезон в пяти сериях. Данную роль исполнил Валерий Кравченко, которому к тому времени было 52 года. Данный советский актер в основном снимался в эпизодах, но тем не менее сыграл несколько главных ролей, в том числе и картине «Камышовый рай» 1989 года. К сожалению, спустя несколько лет после съемок в «Улицах» актер скончается от сердечного приступа. Ему было всего 55 лет. Ваш телефончик? Да, мой. А как он оказался на этой бумажке? А это еще один ведущий актер сериала – Михаил Трухин, который сыграл Старлея Волкова. На тот момент актеру было 26 лет. И он тоже, кстати, будущий участник мема «Макарошек с пельмешками». Возможно, вы его видели. Для этого актера данная роль стала первой и значимой в карьере. В итоге она и принесла первые лучи славу Михаилу. Актер по-прежнему востребован в свои 51 год. Его график плотно забит съемками в нескольких крупных проектах. Вот мы добрались до небольшого сюрприза. «Все!» «Скажите, товарищи, что я вам плохого сделал? Может быть, я у кого-нибудь из вас подругу увел? Или жену? Может, у кого-то деньги взял и не вернул?» А как вы считаете, ему бы подошла эта роль? Пишите в комментариях. «Ну что, красавец, очугался? А за что меня начальник забрали? Ничего не помню, просто». «За что?» «Сопокрутка ограбления». Еще один эпизодический, но не менее запоминающийся персонаж сериала, которого исполнил 49-летний Борис Чердынцев. Что примечательно, его персонажа, майора, часто оказывающегося на дежурстве, тоже звали Борис Чердынцев. Для актера эта роль, так же, как и для многих других героев, стала визитной карточкой и красной нитью прошла сквозь всю карьеру. Вне сериала «Улицы разбитых фоналей» Борис практически неизвестен и сейчас мало снимается, имея лишь одну роль в 2020 году. Сейчас Борису Чердынцеву 74 года. Симпатичная краснощекая Александра Фатхи исполнена роль Марии, роль подруги капитана Ларина. На тот момент девушке было 24 года. Для актрисы данная роль стала самой запоминающейся за всю ее не очень большую карьеру в кино. Ну и, пожалуй, можно еще вспомнить роль в сериале «Студент». В 2013 году Александра оставляет съемки и сосредотачивается на дубляже, а также изучке различных компьютерных игр. А на телеэкранах так больше и не появится. Сейчас актрисе 50 лет, и найти ее актуальную фотографию не удалось. Не поверишь, выяснил. На 6 лет. А это далеко не последний, я бы даже сказал, один из главных героев первых сезонов сериала, которого сыграл 36-летний Александр Лыков. Его капитан Казанцев был одним из ярких персонажей, который, к сожалению, не получил продолжения во многих других сезонах. Но, наверное, это и к лучшему. А может и к худшему. Ведь, по сути, с его уходом сериал стал скатываться. Актер не стал заложником одной роли и в дальнейшем исполнил множество главных ролей. Правда, все они были связаны с сотрудниками различных служб. Сейчас Александру Лыкову 61 год, и он по-прежнему очень востребованный актер. Вот на этом и закончим. Если вам было интересно, поставьте лайк. Хотите продолжения, пишите в комментариях. До новых встреч!